Толкование на символ веры. Святитель Симеон Солунский. Исповедую единокрещение во оставление грехов. Вот величайшее из дарований. Это не подзаконное омовение, не чувственное служение или жертвы, которые бессловесные, приносимые за словесных, даже если совершались часто, не могли очищать тех, за кого приносились. В самом деле, пока не явилась истина, безгрешный Христос и не вознесена была на кресте живая жертва тела Его, не было ни совершенного очищения, ни обновления. Но после того, как это совершилось, как Христос принесен был за нас в жертву, и из ребра Его излилась для нас кровь и вода, мы преобразуемся ими. Кровью мы живем, а водой, соединенной с Духом, очищаемся через троекратное погружение и призывание Вседетельной Троицы. После этого, тот час, воссоздаемые, мы становимся сынами света и чадами Божиими, по благодати, облегшись в истинного Сына Его, Христа Бога нашего. Когда это происходит, вместе с нами находится в воде, крестившийся за нас и полагает на нас образ своего нетления и святыни. Это возглашает и Павел, говоря, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Затем Христос и крестился, чтобы вложить в воду благодать Духа и образ своей святыни. Таким образом, каждый крестящийся водой Духа через призыванием Троицы получает образ, явившийся воплоти чистоты, безгрешности и святозарности Христа. А вот каково значение крещения. Человек, невидимо облекаясь во Христа, становится всецело безгрешным и исполненным Духа. И если соблюдет благодать, то делается пророком, апостолом и ангелом, как сказал некто из облагодатоствованных. И это неудивительно. Если усыновленный по благодати, он становится сообразным Христу, то тем более может сделаться сообразным ангелом. Вот какой дар дал нам Христос Слово Божие, создавшее нас вначале и ныне воссоздавшее на лучшее. Бесстрастно воплотившись от Девы и бесстрастно родившись, бесстрастно и нас духовно рождает из ребра своего, напаяет, питает и животворит Духом. С того самого времени, когда из ребра его истекли вода и кровь, водой вместе с Духом он возрождает нас, как сказано, а кровью животворит. И без этого невозможно спасение. И именно поэтому многие еретики, возбуждаемые демонами, безумно восстают вместе с нечестивыми, особенно против этих священных и спасительных христовых таинств, то есть против божественного крещения и священного причащения. Не принимая их, они становятся отчужденными от вечной жизни, ибо страшные изречены определения против не принявших крещения и не принимающих животворящего причастия. Если кто не родится, сказано, от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. И еще, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Итак, едино божественное крещение, потому что един Господь, заповедовавший Его, единожды притом распятый за нас, единожды изливший кровь свою и давший себя Отцу в жертву за нас. То же говорит и Павел. Один Господь, одна вера, одно крещение. Поэтому кроме Него нет другого крещения, равно как нет ни другого отпущения по благодати, ни возрождения, ни воссоздания, ни другого искупления от греха. Если же и говорится о втором крещении, то так называется действие покаяния. Оно достигается многими трудами, потому что для получения его нужны бывают исповедь и смирение, слезы и сокрушения, посильные подвиги и дела милосердия и сверх того непрестанные молитвы. Есть и другое отпущение, достигаемое исповеданием и свидетельством о Христе. Оно также достигается трудом и только по временам возможно. Именно поэтому говорится «Едино крещение во оставлении грехов». Чаю воскресения мертвых. Множество людей задается об этом множеством вопросов, потому что как верные, так и неверные недомогают о воскресении. И это недоумение весьма странно, особенно когда его высказывают верные, после того, как Господь и словами учил о воскресении и на деле засвидетельствовал его воскресного из мертвых, ибо он воскрес для нас, чтобы мы воскресли. Поэтому высказывающие подобные недоумения отвергают воскресение Христова. Однако о том, что Христос воистину воскрес, свидетельствует вера в Него, посеянная и укоренившаяся во всем мире. Воскреснуты мертвые силой Христовой, как это ясными словами, засвидетельствовали многие из воскресших прежде мертвецов. Об этом же возвещает вся природа. Воссияванием и действием света, изменением всего по частям, рождением людей и животных, свойством плодов и бросаемых в землю семян, как учил Павел. Притом нет никакого сомнения, что настанет конец талению. В самом деле, если мир есть творение нетленного, и все вообще дело пресносущего, то некогда тление прекратится, как засвидетельствовал и Павел, и обновится тварь, как написано. Тогда совершеннейшее из всех существ человек, единственный удостоенный получить тело, служащее орудием словесной и живой души, и с ним вместе действовать душой, получит обратно это орудие. Или для славы, или для наказания, так как именно из-за этого существа явились таления, то когда будут новое небо и новая земля, измененные на лучшее, тогда и человек будет так же совершен, то есть с душой и телом, изменившись на лучшее. Потому-то и церковь, следуя своему учителю Иисусу Христу, сказавшему Бог, не есть Бог мертвых, но Бог живых, Евангелие от Марка, возвещает воскресение мертвых, говоря в символе «Чаю воскресения мертвых». Этим она выражает, что наши, а не другие тела, соединятся с нашими душами. А следом затем она прибавляет «И жизни будущего века. Аминь». «И жизни будущего века. Аминь». «Та жизнь будет безграничная и нескончаемая. Так как жизнь будет вечной, то и жребий каждого славы или мучения будет безграничной и нескончаемой. Впрочем, и об этом многие нечестивцы пустословят во вред себе, дерзая отвергать вечность будущего мучения. Такая дерзость внушена им обольщениями и коварствами лукавома. Для того, чтобы, надеясь на конечность мучения, они не оставили несовершенным ни одного дела злобы. И действительно, если некогда будет конец мучению, то всякий грех будет некогда прощен, и отвергающие Бога, нечестующие, беззаконные, будут некогда прославлены вместе с благочестивыми и святыми. Какое слово может быть нечестивее этого? Если будет конец мучению, то будет конец и царствию, и значит, нет правды у Бога. Между тем, Господь праведен, любит правду. Посему справедливо также изрекает, он говоря о шуей части, что пойдут сии в муку вечную, а не временную, Евангелие от Матфея. А Десной же о праведнике в жизнь вечную, и опять о грешниках. Червь их не умирает, и огонь не угасает. Евангелие от Марка. И это справедливо, так как здесь у нас время для исправления своих поступков. Пока мы имеем свободу выбора. А тогда будет другое время. Разлучение и воздаяние по заслугам того, что каждый избрал себе. Никто из одержимых грехами или какими-либо заблуждениями в оправдание или усложжение себе, да не обманывает себя подобными обольщениями. Мучение нераскаянных вечно. Для того-то и открыто нам покаяние до последнего издыхания. В самом деле, если бы там от него была польза, то оно вовсе не было бы дано здесь. Да и что удивительно, следовало бы домостроительство спасителя, если бы там было покаяние или конец мучений. Видишь ли безумие нечестивцев? Но так как Бог явился между людьми и дал нам таинство Божие, то так как есть слова исповедования, ведущие к страданиям за Христа, есть возможность подвязаться до крови, наконец, есть покаяние, то да будет исповедуемо то, что предано нам от Спасителя нашего, от апостолов и от отцов, сказавших чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, то есть вечной. Они прибавили «Аминь», что составляет утверждение печать всего священного символа, как бы некий ключ, заграждающий вход для внешних и охраняющих сокровища веры, как бы в некоторой изящнейшей сокровищнице, церкви, чтобы кто-либо не унес чего из нее или не внес в нее чего-либо ей чуждого. Сердечной любовью примем самое божественное священнейшее и во всем совершенное знамение благочестия исповедание отцов, определение истинной веры. Исповедуя его душами, языком и устами, до конца сохраним его невредимым, чистым и нерушимым, во всем как священный залог, данный богоносными, богопрославленными и богодвижимыми отцами, молитвами изложивших и соблюдавших его святых, а также их предшественников, от которых они прияли учения символа, и всех вообще святых, ходатайством святых ангелов и преснодевственной матери спасителя и Бога нашего Иисуса Христа, единой Пресвятой и воистину Богородицы, принеся и от себя Троицы, как чистый дар, это доброе исповедание не только избавимся от вечного мучения, но вместе со Христом удостоимся вечного Божественного Царства Христова, славы и наслаждения, вечно славя самого Христа, единородного Сына, живого Бога, с предвечным Его Отцом и со Святым Духом. Аминь.